Здравствуйте! Сегодня отвечу на три вопроса по поводу кормления наших животных. Более подробная информация, появится подсказка, вы перейдете по подсказке, попадете на мой сайт и там будет статья. Кому нравится больше читать, переходите. Три вопроса. Первый. Можно ли смешивать сухой корм и натуральные продукты? Второй. Можно ли смешивать сухие корма от разных производителей? И третье. Сухой корм и влажный. Можно ли так поступать? Краткие ответы. Первый. Нет. Второе. Нет. Третий. Да. Но у кого есть время, кто хочет послушать мои рассуждения, оставайтесь с нами. Давайте проведем аналогию. Допустим, вы решили заняться своим здоровьем, обратились к диетологу и попросили его разработать для вас диету. Он в общем посмотрел на вас, учел возраст, условия жизни ваших, ваши, хотел сказать, условия содержания. И разработал диету. Вы посмотрели, пришли домой и решили, съем я пирожок или конфету. Ничего страшного не будет. Когда вы вмешаетесь в диету на 5-10% и если у вас нет серьезных заболеваний, все будет нормально. Вы справитесь, организм компенсирует. Но если 50% вы будете выполнять рекомендации доктора, а 50% от себя, то минимум вы ничего не добьетесь. Нулевой результат будет. Максимум получите какой-то негатив. Не сразу он проявится. Со временем пройдет месяц, два, может быть несколько лет. Примерно то же самое происходит и с кормлением животных. Вы взяли хороший корм, подобрали его, заплатили деньги. Хороший корм стоит недешево. Начали кормить животное. Все нормально. И решили добавить от себя. Добавляйте небольшую часть, какое-то лакомство, кусочек мяса, творожок. Ничего страшного не будет. При условии, если животное здорово компенсирует. Когда вы вмешиваетесь конкретно, 50% допустим корма сухого, 50% натуральных продуктов. Опять же, здоровое животное выдержит и долго выдержит. Но это нагрузка на пищеварительную систему. Организм приходится адаптироваться постоянно, потому что смена питания требует изменений в пищеварительной системе, подстраивается под разные продукты. И на сколько хватит такой адаптации? Неизвестно. Может быть несколько месяцев, может быть всю жизнь проживет так животное. Все зависит от крепости организма. Но это кормление неправильное, нецелесообразное. Потому что зачем вы покупаете хороший корм, дорогой, и вмешиваетесь в его рецептуру? Ну какой в этом смысл? Следующий вопрос. Смешивать два корма от разных производителей? Тут примерно то же самое. Вы не знаете, какой состав получится в итоге. Возможно будет избыток, возможно недостаток, чего-то. Неизвестно чего. Если погрешность будет небольшая, организм справится. Потому что есть механизмы, которые позволяют избавиться от излишков путем выведения с мочой, с калом. И есть механизмы, позволяющие компенсировать дефициты. Депо различных витаминов, жиров, микроэлементов. Организм справится. Но долго ли? Это неизвестно. Так зачем же подвергать организм лишним нагрузкам, нагрузкам пищеварительную систему? Ведь пищеварительная система – это одна из основ того, что животное будет здорово. Подорвете, нарушите деятельность пищеварительной системы, и легче развиться инфекциям, легче возникнут заболевания другого характера. Зачем рисковать? Следующий вопрос. Когда мы смешиваем сухой и влажный корм, желательно брать корма от одного производителя. Не потому что я заинтересован в продаже кормов. Нет, просто вам удобнее будет подбирать. Вы, допустим, берете один пауч, ну если кормите кошку влажного корма и добавляете 50-70 грамм сухого в сутки. И так кормите животное. Когда вы будете брать корм от другого производителя, вы можете запутаться. Опять же вызовете избыток чего-то или недостаток. В крайнем случае можно сравнить два пауча и сравнить ингредиенты. Вот подобрать примерно то же самое. Тогда получится нормально. Но учитывайте, что влажный корм имеет свои недостатки. Животное больше его поедает, оно аппетитней, вкуснее для животного и в итоге может отказаться вообще от сухого корма. Из-за этого снизится нагрузка на челюсти, зубы быстрее будут обрастать налетом, камень зубной может появиться. Вам нужно тщательно следить за зубами. Второй момент. Паучи, влажный корм, стоит дороже. Поэтому придется тратиться больше, чем на сухой корм. Но в некоторых случаях влажный корм выручает, когда кошка отказывается от питья, а бывает такое. Влажный корм содержит много влаги и таким образом вы можете компенсировать нехватку жидкости. Резюме. Смешивать корма с натуралкой или разных производителей нерационально. Вы тратите больше денег, вы подвергаете риску здоровья. И в дальнейшей перспективе это может привести к заболеваниям. Поэтому лучше придерживайтесь однотипного кормления. Это выгоднее и в материальном плане, и в плане здоровья. Будет у вас дополнение, пишите, задавайте вопросы, переходите на сайт, там пишите и послушаем нашего эксперта. Что думает по поводу кормления сэммич? Пока, друзья! Вижу, что продавцы этих чудесных камушков, маркетологи, хорошо с тобой поработали. А ты сам-то пробовал жевать эти сухарики? Постоянно, изо дня в день, без вкусных сухарей и воду. Не пробовал. А вот попробуй, а потом нам расскажи. Я считаю, что лучше, чем ароматной курочки или котлетки с пюрешкой. Ничего нет. А ты говоришь, не смешивайте, не смешивайте. Ну, подумаешь, там, почесаться один раз или понос будет. Ну, ничего в этом страшного нет. У кого не бывает. Сам-то поди, наминаешь колбаску с холодильника и оливье будешь кушать на Новый год. А нам рассказываешь, кушайте правильно. Угу. Так-то мы тебе и поверили тоже мне.